В ходе данного урока мы научимся подписывать программы для операционной системы Symbian. Как многие наверняка уже знают, с выходом третьей редакции Symbian была введена система обязательной сертификации приложений. Если не вдаваться в подробности, сертификат разрешает программе использовать определенные функции смартфона, которые потенциально опасны и могут нанести умышленный либо неумышленный вред. Сделано это было в первую очередь в целях безопасности, дабы оградить простых пользователей от вредоносного программного обеспечения, а также осложнить жизнь всевозможным хакерам. На деле же идея обернулась массой неудобств не только для простых пользователей, но и для разработчиков некоммерческих приложений. Представьте, разработали вы архиполезную программу и решили поделиться ей со всем миром абсолютно бескорыстно. Но вот незадача. Для того, чтобы программа работала на других устройствах, необходимо отправить ее на подпись в центр сертификации. Вот тут-то и всплывает основная сложность. Для того, чтобы вашу программу подписали, ей нужно заплатить энную сумму денег. И вполне естественно, что разработчику бесплатного софта это невыгодно, и он перекладывает эти обязанности на простых пользователей. Таким образом, в сети представлено значительное число приложений, которые необходимо подписывать самостоятельно. Сам по себе данный процесс весьма прост, однако вызывает массу вопросов у неподготовленного пользователя, плохо представляющего, что это такое. Итак, начнем с теории. Сертификаты бывают нескольких видов. Личный сертификат. Сертификат. Позволяет устанавливать приложения на любой смартфон, но предоставляет доступ только к самым базовым функциям операционной системы. Если программа сложнее калькулятора, такой сертификат, скорее всего, не подойдет. Сертификат разработчика. Намертво привязан к IMEI-коду телефона, однако открывает куда большие возможности. Такого сертификата достаточно для работы основной массы программ. И, наконец, сертификат издателя. Это все то же самое, что и сертификат разработчика, однако вашу программу можно установить на любой смартфон. Вот только за это уже придется заплатить. Именно поэтому нас интересует исключительно второй тип сертификата – сертификат разработчика. До недавнего времени сертификат разработчика мог получить любой желающий на специализированном сайте symbiansigned.com, Однако наплыв желающих был настолько велик, что лавочку быстро прикрыли, и выдача сертификатов стала доступна только крупным разработчикам и издателям. К счастью, мир не без добрых людей, и этими добрыми людьми оказались китайцы. Один из китайских сайтов предоставляет своим пользователям возможность получить сертификат разработчика абсолютно бесплатно. Этим мы сейчас и займемся. Для начала зарегистрируемся на сайте opta.net.cn. Сайт полностью на китайском языке, и ваш браузер может попросить установку соответствующего языкового модуля. Вводим ser.opda.cn в адресную строку и попадаем на главную страничку. К счастью, создатели сайта все же предусмотрели английский язык. Для того, чтобы воспользоваться английской версией сайта, перейдите по ссылке English, расположенной в правом верхнем углу. Теперь давайте зарегистрируемся. Нажмем на Register и увидим стандартную регистрационную форму. Введя желаемый логин, пароль и свой реальный имейл, вводим код с защитной картинки и ждем письма со ссылкой. Перейдя по присланной ссылке, мы тем самым подтвердим свою регистрацию и сможем войти в систему в качестве зарегистрированного пользователя. Выбрав пункт Login, вводим имя и пароль и нажимаем войти. После того, как мы увидим надпись Login Successful, можем приступать к получению сертификата. Перейдя по ссылке My Certificates, мы увидим список всех доступных сертификатов. На данный момент он пуст. Для заказа сертификата нажимаем на кнопку Apply Sir и заполняем все поля в открывшейся форме. В первое поле вводим модель телефона. В поле номер 2 номер мобильного телефона. Он должен быть китайским и начинаться на 13 либо 15. Например, 131-23-456-789. Далее необходимо ввести IMEI вашего телефона. Для этого непосредственно на смартфоне наберите звездочка решетка 06 решетка. Если все сделано правильно, то на экране появится 15-значный номер. Это и есть ваш IMEI. Этот номер уникален для каждого устройства, поэтому выданный сертификат пригоден только для одного конкретного смартфона. Еще раз вводим IMEI, а в последнее поле вводим произвольную заметку. Например, мой Nokia E50. Теперь осталось лишь нажать на кнопку Apply. После того, как система приняла заявку, она автоматически появится на страничке My Certificates. На обработку одной заявки обычно уходит около суток. Почему же приходится ждать так долго? Один сертификат выдается сразу на 1000 IMEI номеров, и администрация сайта ждет, пока не наберется достаточное число желающих. Приблизительно через сутки мы можем проверить свой заказ. Зайдя на сайт под своим логином и паролем, нажимаем на ссылку My Certificates. Если в столбце написано State, вы увидите зеленую галочку и надпись Normal. Это значит, что заявка успешно выполнена. Выданный сертификат будет действителен в течение трех лет. Примите во внимание тот факт, что ввиду большого числа желающих с одного аккаунта, разрешается подавать заявку только на один сертификат. В противном случае вы рискуете быть заблокированными. Кроме того, повторно сертификаты для одного и того же IMEI не выдаются, поэтому не забудьте сохранить свои логины и пароль в надежном месте. После получения сертификата мы можем приступить к подписи приложений. Сделать это можно тремя различными способами. Первый способ. Сделать это прямо на сайте obda.netch. Второй способ. Использовать настольный компьютер и специальное программное обеспечение, например, SciTool. Ну и третий способ. Подписать на смартфоне при помощи программы FreeSigner. Но обо всем по порядку. Итак, для того, чтобы подписать программу на сайте obda.net.cn, нам потребуется войти в систему под своим логином и паролем. Перейдя по ссылке SciSoftware, отметьте свой здесь сертификат и выберите подписываемое приложение. Введя комментарий к файлу, нажмите Upload. После того, как файл будет загружен на сервер и подписан, на экране появится диалоговое окно, предлагающее скачать программу, либо вернуться к просмотру сайта. Все подписанные приложения при этом будут отображены на вкладке Signed Software. Отсюда мы можем как повторно загрузить программу, так и просто удалить ее с сервера. Для того, чтобы подписывать приложение на настольном компьютере, первонаперво необходимо скачать сертификат и файл ключа. Переходим на вкладку My Certificates и сохраняем на жесткий диск сам сертификат и ключ к нему. Заметьте, что браузеры Mozilla Firefox и Opera могут скачать файлы некорректно, поэтому для данной процедуры рекомендуется использовать обычный Internet Explorer. Теперь нам понадобится программа под названием Signed Tool. Найти ее можно в свободном доступе в сети интернет. Запускаем программу и попадаем в главное меню. Рассмотрим вкратце основные элементы интерфейса. В верхней части можно указать путь к подписываемым приложениям. За один раз можно подписать сразу несколько файлов, что весьма удобно. Ниже выбираем файл сертификата и файл ключа. Форма ввода пароля предназначена на тот случай, если файл ключа защищен паролем. В нашем случае мы оставим это поле пустым. Теперь осталось только указать, куда будут сохранены подписанные приложения и нажать кнопку «Подписать». Отдельно стоит отметить тот факт, что программа умеет не только подписывать, но и удалять сертификаты. Это крайне полезно в случае, если вы скачали уже подписанное кем-то приложение и хотите установить его на свой смартфон. Теперь рассмотрим процедуру подписи SIS-файлов непосредственно на самом смартфоне. Для этого нам понадобится бесплатная программа FreeSigner, которую легко можно найти в сети. Скопировав файл сертификата и ключа в память смартфона, запускаем FreeSigner. Для начала заглянем в настройки программы. Выбрав пункт «Options Settings», мы можем указать здесь путь к сертификату и ключу. Далее выбираем пункт «Sign Sir» и указываем местоположение сертификата и аналогичную процедуру выполняем с файлом ключа. Пропускаем поле ввода пароля. Теперь нам осталось лишь выбрать директорию, куда будут сохраняться подписанные файлы. По омолочанию они будут помещены в папку с оригинальными файлами. Нажав Back, вернемся в главное меню. Выбрав пункт «Add Task», мы откроем файловый менеджер, в котором можно указать путь до подписываемого файла. Выбрав файл, нажимаем «Options Add». Теперь остается лишь выбрать в появившемся меню пункт «Sign Seas». Если вы хотите подписать сразу несколько файлов, то рассмотренную выше процедуру потребуется проделать еще раз. Ну а чтобы поставить подпись, просто нажмите «Options» и «Go». Поздравляем! Программа подписана и готова к установке. Как видите, подписывать приложение не так уж и сложно. Самые большие трудности связаны именно с получением сертификата. Как долго продлится китайская благотворительность, не знает никто. Поэтому мы советуем не медлить и запасаться сертификатами для всех персональных устройств.